Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, любимый Гомель! Сегодня во всем мире отмечают День охраны мест обитания. К слову, экологическая безопасность и экологическое образование – два важных направления экологической политики Беларуси. Этот эфирный час мы предлагаем посвятить как раз-таки природоохранной деятельности и экологии в целом. С удовольствием представлю наших собеседников. Сегодня это начальник Гомельской городской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев. Добрый вечер! Александр Михайлович, добрый вечер! Рада вас видеть! Здравствуйте, просим! И начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков. Павел Владимирович, добрый вечер! Здравствуйте, добрый вечер! Катерина! Давайте присядем. Итак, уважаемые гости, насколько же богат наш Гомельский край на природные ресурсы? Дело в том, что, конечно, Гомельская область очень богата на природные ресурсы. Хотелось бы подчеркнуть, что такое природные ресурсы, потому что многие думают, что природные ресурсы – это только полезные ископаемые. На самом деле, помимо полезных ископаемых, которых, к слову, в Гомельской области очень много, это и пески строительные, и для стекольной промышленности, это и торф, это сапропель, это бурые угли и каменные угли, это каменная соль. Но прежде всего, чем Гомельская область уникальна, это 100% разведанных запасов месторождений нефти. Чем вообще уникальна Гомельская область – это нефтяные месторождения. То есть, порядка, практически 100% всех разведанных месторождений нефти расположены в Гомельской области. То есть, есть чем похвастаться? Действительно, есть чем похвастаться. Пусть и не в больших количествах, но зато нефть своя. Да, но мы еще не помянули остальные природные ресурсы, которые не менее ценные. Это прежде всего лес, чем богата наша Гомельская область. Вода. Вода, как пресная, так и минеральная. Это и продукты животного мира, то есть, это и рыба, и охотничьи виды животных, и виды животных, которые не относятся к объектам охоты и рыболовства. Те же самые раки, личинки, насекомые, которые заготавливают, лягушки, виноградная улитка. Особенно в последнее время уж очень много разговоров, как минимум, вокруг трех районов Гомельской области. Ельский, Мозорский и Лельчицкий районы. Почему? Действительно, и не только разговоры, а на базе этих трех районов, указом президента, объявлено такое образование, как Лельчицкий промышленный парк. Поскольку на территории данных районов имеются очень крупные залежи, и облицовочного камня, и бурых углей, запасы очень большие древесины, и также многих других полезных ископаемых. Вот сейчас как раз на экране видео из Лельчицкого района. По-настоящему уникальные места. Действительно, места уникальные. Проблема только данных районов в их очень трудной доступности. Большинство месторождений, за исключением камня строительного, практически еще подлежат до разведки, до уточнению объемов. Но вместе с тем, уже уточненные объемы позволяют судить, что они одни из крупнейших нашей республики, и в перспективе, конечно, дают большой потенциал, значительный потенциал нашей области. А что касается Полейской железной дороги, насколько реальными выглядят прогнозы строительства этой железной дороги, и какие проблемы она снимает? Ну, вы знаете, конечно, это вопрос больше к экономистам, чем экологам, но тем не менее, мы обладаем некоторой информацией, данными, поэтому можем поделиться. Конечно, вот это строительство данной Полейской железной дороги, это порядка 120 километров, очень затратное с точки зрения бюджетных средств. Поэтому в настоящее время ведется активный поиск инвестиционных проектов, и только от их количества, от тех объемов, которые способны извлечь из недр то же самое Лельческого региона, значит, будет зависеть само вообще вопрос рассмотрения строительства данной дороги. Пока на данный момент, на момент имеющихся договоров, экономически это нецелесообразно, и поэтому я думаю, что до 2020 года вопрос подниматься этот не будет. Гомельщина, край Синеоки, насколько в этом плане наш регион по-настоящему уникален? Гомельщина и Синеоки, и зеленый край, потому что у нас самая высокая лесистость в республике, это порядка 45, уже приближаемся к 46%. На территории Гомельской области 62% от всех поверхностных стоков водоемов в объеме. В объеме это порядка 4 миллиардов кубических метров в год пресной воды. Также на территории Гомельской области протекает свыше 400 рек и ручьев, имеется свыше 250 крупных озер и водохранилищ. Есть и особо охраняемые территории, что к ним сегодня относят? Особо охраняемые природные территории это уникальная часть нашей земли. Они обладают рядом таких качеств, как уникальные ландшафты, уникальное биологическое разнообразие, уникальные водные объекты и так далее. Различное количество критериев, вместе с тем они все объединяются под одной гитой, значит, особо охраняемые природные территории. Их на территории Гомельской области на данный момент насчитывается порядка 120. Но понимать, что это всегда в динамике идет. То есть работа и нашей экологии, и сопредельник, и науки, ведомств, значит, направлена на все большее вовлечение процента территорий под особо охраняемые. Если на данный момент, повторюсь, это 120 особо охраняемых природных территорий, и площадь достигает уже сейчас на данный момент 7,5% от всей площади республики, то мы стремимся где-то к 2020 году этот процент повысить хотя бы до 8-8,5%. В списке этих объектов, наверняка, со мной согласитесь, особняком стоит радиационно-экологический заповедник, всем известный, единственный, как минимум на территории Беларуси, а может быть и во всем мире. Согласны со мной? Я с вами согласен, Александр. Дело в том, что, как мы не стараемся, пока полезский радиочный заповедник не относится к особо охраняемым территориям, хотя называется заповедник. Это, к сожалению, возникшая, так сказать, 30-километровая зона впоследствии аварии на Чернобыльской атомной станции. Но вместе с тем, практически по всем критериям, она даже превосходит имеющиеся в республике такие объекты, как особо охраняемые. Потому что по количеству мест обитания, произвести тех же красных нижних птиц, животных, это на первом месте. Там имеются и медведи. Значит, с территории Украины перешли лошади Пржевальского, которых больше в республике нигде нет. Ну, масса-масса таких интересных позиций, по которым она попадает. Вместе с тем, вот единственный аспект, что она не может быть вовлечена в рекреацию, а это одна из основных целей особо охраняемых территорий, что это то, чтобы человек соединялся с природой, изучал ее и не получал для этого вреда для себя. Этим, наверное, этот объект и уникален. Этим уникален, действительно. Ученые работают, занимаются, но особо охраняемые территории мы не можем ее сделать. Хотя 220 тысяч гектар, очень бы вот тот процент и пошел. Не рассказали мы еще и о биоразнообразии. Чем в этом плане выделяется наш край? Ну, прежде всего, нужно начать с местоположения. Гомельская область – это южный регион. И у нас с Брестом где-то есть схожие, с Брестской области схожие, значит, места обитания основных видов животных. Такие, как виды охотничьих животных, лось, кабан, косуля, соответственно, как и у всех имеется. Но вместе с тем, уникальность нашей именно области – наличие той же самой болотной черепахи. В северных регионах ее нет. Наличие такого растения, как водяной орех или челим. Когда мы говорим с учеными, что пора данное растение исключать из Красной книги, потому что у нас заполнены фактически все старицы – рек Соши, Днепр и так далее, то они просто, ну, как бы, даже не верят этому, потому что, допустим, в Витебской области можно с трудом где-то найти это растение, понимаете, а у нас их очень много. Гомельская область – один из самых крупных регионов Беларуси, в том числе один из самых промышленно развитых. Как это сказалось на экологической ситуации в регионе и с какими проблемами столкнулись? Город Гомель является центром Гомельской области как промышленным, так и транспортным узлом. И не только, можно сказать, областью, даже всей республики. Город Гомель – это самый компактный город по месторасположению. И это компактное месторасположение наряду с положительными какими-то аспектами приносит ряд и экологических проблем. Например, на сегодняшний день основным загрязнением атмосферного воздуха является промышленное предприятие города Гомеля. Это и Гомель-стекло, и Гомельский химический завод. Когда строился город, эти предприятия – это было очень далеко от границы нашего города, и поэтому влияние оно указывало мизерное, можно говорить так. Но на сегодня мы видим, что черта города вплотную уже подбирается к этим предприятиям, и влияние этих предприятий на город ощутимое. Например, Гомель-стекло выбрасывает до 2000 загрязняющих веществ, и Гомельский химический завод – до 1000 тонн загрязняющих веществ. Как еще вначале я сказал, что город Гомель – крупный центр, но, соответственно, он не обходится без этих проблем экологических. Павел Владимирович, что скажете по этому поводу? Ну, помимо города-города и объектов, расположенных на его территории и вблизи, еще есть такие крупные гиганты в рамках нашей республики, которые расположены на территории Гомельской области. Это, прежде всего, БМЗ в городе Жлобине и НПЗ в городе Мозре. Они тоже оказывают очень существенное влияние на экологическую ситуацию в данных регионах. Хорошо. А как удается снизить воздействие крупных предприятий на нашу экологию? Хорошо. Хочу заметить, что по отчетным данным за 2014 год, начало 2015 года, все-таки удалось остановить рост выбросов загрязняющих веществ. А по данным гидромета, которые проводят замеры, то по некоторым веществам даже и снизите. Например, по формальдегиду, который всегда доставлял основную проблему. Далее можно сказать еще, как решаются вопросы, например, Гомельский химический завод. Все знают, что там образуется большое количество отходов фосфогипса. Но в связи с внедрением определенных новшеств на предприятии, реконструкции, производства, удалось добиться снижения удельного образования отходов на единицу продукцию. Но проблема все равно остается, потому что на хранение еще большое количество отходов остается. Но вопросы эти на контроле решаются. Не меньше загрязнений и от автомобилей, которых все больше становится в населенных пунктах. Как решается эта проблема? Все правильно говорите. Потому что автопарк города Гомеля на сегодняшний день, да и не только города Гомеля, все республики, можно сказать, увеличивается от 10 до 15% в год. И скоро мы уже догоним европейские страны по количеству автотранспорта. Ну и, соответственно, увеличивается выброс изогрязняющих веществ от автотранспорта. Большая работа проводится в этом направлении. Не сегодня эта работа началась давно уже. Контроль за транспортом, который осуществляет органы Минприроды, позволили снизить количество выпускаемых автомобилей на линию с превышенным содержанием. Так, например, если взять 10 лет назад, то таких автомобилей, которые загрязняли автотранспорт, было около 50%. А сегодня практика показывает контрольная деятельность, что их уже до 5% дошла такая цифра. Что еще можно сказать делается? Например, идет расширение уличных сетей, устройство каких-то развязок. Даже, наверное, заметили, в городе Гомелик на сегодняшний день весь в стройке по расширению улицы Кирова. Построилась летом часть дороги Восточный обход, Север-Юхо. То есть, чем меньше концентрация автомобилей на улице, тем, соответственно, получается меньше выбросов. Переориентируя потоки автомобилей на какие-то бездные дороги, мы тем самым уменьшаем их нахождение в городе и весь транзит и транспорт направляем уже вдоль, в обход города. И поэтому ситуация снижается по загрязнению. Ну, по крайней мере, по возможности снижается. Да, правильно. Важное и актуальное направление сегодня – переработка в турсырья. Удается ли сегодня эффективно из отходов делать доходы? Уж нравится мне эта фраза – из отходов доходы. Вторичные материальные ресурсы – это отходы, которые подлежат переработке и получению с них какого-то сырья. Сама переработка, извлечение – это очень важная задача. На сегодняшний день у нас действует несколько механизмов по извлечению вторичных материальных ресурсов из отходов. Это первая организация сети приемных пунктов от населения. В городе Гомеле создано 26 стационарных приемных пунктов по сбору вторичных материальных ресурсов и 10 передвижных. Что можно сказать вторым планом? Вторым планом – это раздельный сбор от населения. Сегодня мы видим, что на наших улицах появляется все больше и больше контейнерово-синего цвета, желтого цвета, предназначенных для раздельного сбора. Можно сказать, что цифру установлено более 3000 таких контейнеров в городе Гомеле. Долгие годы экологи призывают гомельчан и жителей области сортировать мусор, выбрасывая его. В этом направлении динамика какая-то ощущается? Ну, назову несколько цифр. Есть у нас мусороперерабатывающий завод, на который поступают отходы. Они там перерабатываются и извлекаются вторичные материальные ресурсы. То есть это то, к чему мы и стремимся. Если взять 2007 год, то на мусороперерабатывающий завод поступали отходы без сортировки. Излечение вторично-материальных ресурсов составляли лишь 10%. На сегодняшний день эта цифра уже, с учетом того, что отходы поступают уже после раздельного сбора, 55%. Но без участия наших жителей, без добросовестного отношения к этому вопросу, мы не сможем, конечно, 100% извлечь вторично-материальные ресурсы и отправить их, чтобы они работали на экономику, как говорится. Есть еще масса вопросов по данному направлению, и не только со стороны граждан, как экологическое воспитание, но и со стороны тех органов, которые должны этим заниматься, например, ЖКХ. То есть мы видим картину, это в рамках города. Если взять сельскую местность, то там вопрос стоит очень острый. Естественно, в очень редких случаях, в исключительных случаях идет сортировка отходов и сбор их раздельно. В этом направлении пока еще очень много работы. Для того надо заинтересовать наших жителей, наших граждан, потому что лишняя копейка не бывает. Если организовать все-таки и в сельской местности прием этой ПЭД-бутылки, которые потом загрязнены наши леса, овраги и так далее, прилегающие территории к населенным пунктам, то и стекло. Ну, с металлом немножко проще, уже металлы весь вытянулись дали, потому что ценно. Вот, кстати, на этом примере, на примере металла, необходимо, на мой взгляд, построить ту же систему с остальным ВМР. И тогда мы получим ту картину, что этого металла нигде не найти. Но проблема действительно, вы правильно сказали, остро стоит, хотя бы потому, что сегодня крупное наше предприятие, Дубружская бумажная фабрика, Светлогорский, ЦКК, БМЗ, закупают с виду ненужную муклатуру, пластик, металл за границей, за валюту. И это выглядит как-то даже, ну, странным, потому что, ну, вроде... Этого добра у нас хватает, наверняка. Хватает, вот именно хромает сама система сбора. Важный элемент экологической политики Беларуси – экологическое образование. Какую оценку вы можете дать этой сфере сегодня? Ну, сфера, на самом деле, довольно развита, тем более в Гомельской области. У нас имеется порядка 25 школ с экологическим уклоном в образовании, имеется 5 эколого-культурных центров, различные кружки, юнаты и так далее. Ежегодно обл. комитетом совместно с управлением образования Гомельского обл. сполкома разрабатывается план работ в данном направлении, что именно, какую информацию, в каком порядке мы будем давать нашим детям. И действительно действует? Действительно действует, но, конечно, руки опускать тоже не надо. Это еще небольшой процент от общего количества школ. В этом направлении мы постоянно развиваемся. Что ж, уважаемые гости, спасибо за этот полезный и интересный разговор. Доброго вечера вам и вашим семьям. Спасибо вам. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания. Добрый вечер, Гомель. Ну а мы продолжим тему экологического образования, начатую в первом блоке программы. С удовольствием представлю наших гостей. Заместитель директора Гомельского государственного областного эколого-биологического центра детей и молодежи Анжелика Болотина. Добрый вечер. Анжелика Григорьевна, добрый вечер. И методист Гомельского государственного областного эколого-биологического центра детей и молодежи Роман Хлебин. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Итак, экологическое образование и экологическое воспитание. Частично мы касались этой темы уже в первом блоке. Какое внимание этому вопросу уделяется у нас в регионе, да и в Беларуси в целом? Мне хотелось сказать, что более 6 тысяч учащихся нашего региона занимаются по различным направлениям в эколого-биологических объединениях. И я думаю, пройдет очень мало времени, и мы поймем, какая это надежда, опора нашего региона в вопросах сохранения окружающей среды. Центральным звеном в деле экологического воспитания гомельских школьников является областной эколого-биологический центр. Уже начался новый учебный год. Какие новые проекты и идеи предложите ребятам и родителям? Мне хотелось бы все-таки немножечко начать ответ на свой с другой стороны. В первую очередь мы сохраним все, что было десятилетиями, даже более чем десятилетиями в этом центре. Это те направления, которые являются, наверное, корнями и истоком нашей культуры, нашей истории. Это такие объединения, как фитотерапия. Мне очень бы хотелось, чтобы вот этому внимание все-таки уделяли родители. Это то, как ребята в нашем объединениях могут посмотреть, как выращивать эти растения, как использовать их. И много-много разных рецептов узнать. Это, я думаю, очень важно. Народных рецептов, проверенных временем, наверное. Да, десятилетиями. И есть такие объединения, которые когда-то назывались юный натуралист. Понятно, что мы идем немножко вперед, и все инновации, все, что есть новое, все новые методы мы используем. Но сейчас эти объединения называются Экологический Экспресс. Кстати, вот в этой группе объединений наши ребята, наверное, больше всего в этом году будут заниматься. Почти треть ребят будет заниматься именно в объединении Экологический Экспресс. Жайма Густи, а какие кружки у ребят являются самыми популярными? И все ли из этих кружковых секций платные? Наверное, этот вопрос волнует и бабушек, и маму, и папу, в общем, родителей, которые часто платят за это образование. Ну, мы настаиваем и отстаиваем. Большинство наших объединений, ну, основная масса, это бесплатная. Мы считаем, что те знания, которые мы даем, они не являются, наверное, коммерческими. Поскольку объединения, в которых ребята могут приобрести, допустим, фигурное катание, навыки пения, танцевать, это может каким-то образом заинтересовать. Действительно, родители, они могут это оплатить. Но ребята, которые к нам приходят в объединение, это большая часть, наверное, не из самых состоятельных семей. И они приходят действительно по зову души. И мы искренне рады тому, что они могут посетить нас. Спасибо вам за эту работу, потому что для многих семей это, конечно, большое подспорье. Не все имеют возможность, к сожалению, сегодня платить за доп. образование. У нас есть небольшое количество оплатных услуг. Это касается, ну, скорее, может быть, ну, действительно, родителей, которые там могут себе это позволить. Это, допустим, экознайка на английском языке, там, где малыши с 3 до 5 лет обучаются экологии, да еще и именно с приемами знания на английском языке. Что касается природоохранной деятельности, каких успехов достиг ваш центр в этом направлении? Привлечение школьников к природоохранной деятельности – это одна из важнейших задач нашего центра. Мы координируем эту работу не только у себя, но и во всех школах области. В школах области существует целая сеть экологических отрядов, зеленых, голубых патрулей. Есть экологические тропы, есть микрозаказники. Кроме этого, мы активно сотрудничаем с различными организациями. Допустим, у нас есть совместные проекты с лесхозами, с лесохозяйственным объединением. Также очень активно сотрудничаем с такой организацией, как Ахооп Тушек Батьковщины. И вот в рамках сотрудничества с данной организацией, а также в рамках поддержки международной, которая осуществлялась в этом году, проходила неделя устойчивого развития в Беларуси, мы сейчас проводим экологическую акцию «Белый Аист». Расскажите о ней подробнее. Что это за акция? Это акция, позволяющая привлечь внимание к проблемам сохранения места обитания различных видов. Здесь в качестве ключевого вида, на котором сфокусирована эта акция, избран белый аист. С одной стороны, это, пожалуй, одна из самых распространенных птиц в нашей стране, которую удобнее всего наблюдать, которые являются одним из символов нашей страны. С другой стороны, опять же, те условия жизни, с которыми сталкивается Белый Аист, хоть и птица привыкла жить рядом с человеком, на их стоит обращать. И какие-то изменения, которые происходят в окружающей среде, сказываются и на поведении этих красивых птиц. Символы этой акции, я смотрю, сегодня в нашей студии, вы их перенесли с собой, не так ли? Ну да, да. Акция, вообще главная цель акции, это сбор информации о всех гнездах белого аиста, которые у нас существуют в Гомельской области. Но помимо чисто такого научного задания от ученых, от Академии наук, от Аху-Петушек-Батьковщины, мы проводим еще ряд творческих конкурсов. Вот пример того, какие работы присылают, допустим, на конкурс поделок. Как же вы? Еще один интересный проект Гомельский эколого-биологический центр реализует совместно с Гомельским государственным техническим университетом. Анжелика Григорьевна, расскажите о школе юных. Уже третий год у нас проходят наборы обучения в школе юных. Это замечательный проект и замечательен он тем, что сама по себе тема энергии и энергосбережения для эколого-биологического центра была чуть-чуть проблемастична из-за базы и специалистов. Понятно, что самые квалифицированные специалисты все же, наверное, в высшей школе занимаются и база там получше. Поэтому мы обратились в технические университеты. Надо сказать, вообще помощь, поддержка и вот все, что они могут, действительно сделано. Поэтому мы приглашаем ребят. У нас еще продолжается набор, мы можем добрать еще группы. Значит, у нас будет достаточно опытный педагог. Там замечательная база экспериментальная, плюс обучение дистанционное, что самое важное. И самое удобное. И самое удобное. Дело в том, что каждый учащийся в любом регионе для того, чтобы обучаться в этом объединении, необходим компьютер и необходима локальная сеть интернет. И я думаю, что вы останетесь очень довольны. Главное, что познакомитесь с таким вот замечательным высшим учебным заведением. Областной эколого-биологический центр – одно из немногих учреждений образования в республике, которое имеет на телевидении свой собственный телевизионный проект. Расскажите, если можно, об этом. Как зарождалась идея его создания? Ну, изначально телевизионный проект Эко-школа, он создавался, наверное, может быть, как какое-то средство рекламы, как первая передача была таким своеобразным рекламным роликом про наш экологический центр. Но он привлек внимание. Мы поняли, что надо продолжать работать в этом направлении. И вот на протяжении четырех лет мы уже выходим в эфир. Первые два года наши телепередачи были посвящены нашему эколого-биологическому центру, той работе, которую мы проводим в объединениях по интересам. А вот, начиная со второго сезона телепередачи, у нас, во-первых, поменялись ведущие. Ведущими стали непосредственно сами наши воспитанники, ребята. И мы начали путешествовать. Новый сезон – это сезон экспедиции. Где уже побывали? И что еще впереди? Ну, вот в новом сезоне у нас, да, это экспедиции. Мы путешествуем по особо охраняемым природным территориям Гомельской области. Это заказники, это памятники природы, это национальный парк. Вот. Ну, за время существования телепередачи, можно сказать, что мы уже посетили практически все заказники Гомельской области, про них сняты передачи. При этом мы в своих передачах стараемся обращать внимание не на какие-то, в большей степени, там, инфраструктурные объекты, а именно на проблему сохранения природных ресурсов, на проблему сохранения места обитания. То есть ребята путешествуют, исследуют, в процессе экспедиции проводят сбор материала для своих научно-исследовательских работ. У нас есть необходимое оборудование, лаборатория современная. Наша съемочная группа совсем недавно сопровождала экоэкспедицию в Светлогорском районе. Предлагаю вспомнить, как это было. Внимание на экран. Ребята, снова я рад приветствовать вас в нашей экспедиции. И сегодня мы с вами прибыли в Светлогорский район, чтобы познакомиться с природой двух республиканских заказников. Ну что, наш водитель нас уже заждался, поэтому давайте в путь. Тем временем наших экологов уже заждались. Здравствуйте! Вы здравствуйте! Рады вас видеть. И приветствуем вас в Светлогорском эколого-экологическом центре. Ну что, начнем нашу экскурсию. Я приглашаю вас пройти на территорию. Ну вот, посмотрите, дуб. Ему более ста лет. Здесь у нас дети здоровья набираются, сил. И вы после дороги тоже можете около него отдохнуть. На нашем участке проходит очень много экскурсий. Есть маленькие дети. Им очень нравится вот эта вот наша так называемая тропа здоровья. Смотрите, тут и шишки, и желуди, и гравий какой-то. Кто рискнет? Мы рискнем! Все-все-все-все. Вот здесь вы видите аптекарский огород. Здесь собрано лекарственное растение, пряно-ароматическое, которое можно в пищу употреблять, в чай заваривать. Экологический отдел. На этой территории мы ничего не делаем, не косим, не стрижем, не трогаем растительный покров. И вот если сейчас посмотреть, вот видите, территория медленно зарастает соснами. Экскурсия по центру продолжалась. Теперь гостей ждала встреча с братьями меньшими. Я приветствую вас в кабинете декоративных животных. Здесь вас встретили кто? Черепахи. Ну а здесь у нас основные апартаменты нашего кружка «Мир животных». Наскруйте! Вот оно, настоящее царство животных. От привычных домашних до уличных представителей фауны. Есть даже экзотические виды. А сколько ему сейчас нет? Сейчас еще года нет. Он небольшой, но уже у нас очень большой. Вот такого? Где-то даже меньше, наверное. Он 5 сантиметров был. Вот такого. Даже может меньше. Не менее поразило воображение ребят «Мир рыб», представленный в экоцентре. Увидев золотую рыбку, не применули загадать желание. Ну и куда без говорящих попугаев. Посетив местный музей истории, экологи узнали, как начиналась история центра в далеком 1980 году. После чего наших ребят ждал настоящий показ мод. Самые красивые воспитанницы центра продемонстрировали уникальные самодельные эко-костюмы. И как бы не хотелось гомельским экологам погостить здесь еще, пришло время отправляться в следующий пункт маршрута экспедиции «Черковичский заказник». Это «Черковичский заказник». Он находится в самой глухой точке Средогорского района Гомельской области. «Черковичский заказник» был создан 16 августа 1979 года. На низинном болоте непроходимое и верховом долгое. Ребят, если посмотреть вот туда вдаль, вот возможность прогулки по этому милому березовому лесу вызывает определенные опасения. Но именно там самые большие, самые ценные заросли клюквы встречаются здесь и брусника, и черника. Всегда среди болот находились такие возвышенные острова, на которых селились люди. И вот на один из таких островов мы с вами сегодня и вышли. «Здравствуйте, гости, дорогие!» «Здравствуйте, гости!» «На нашей агроусаде, хутор Николи Насров. Добро пожаловать!» Что говорить, такой отдых на лоне природы для наших экологов более чем привлекателен. Уже с порога гостей встречают местные обитатели. Настоящий феномен кучерявая свинья особенно впечатлила повидавших виды ребят. Главная гордость хутора – действующая ветряная мельница. О ней любезно согласился рассказать ребятам, хозяину садьбы Владимир Быховцев. На жерновах данной мельницы имеются клейма 1847 год. Эта мельница сделана по принципу голландских мельниц. А как долго она находится здесь? Откуда ее привезли? Значит, эта мельница находилась 60 километров от этого места. Вот мы сейчас залазим на верхнюю часть мельницы. Высота мельницы 16 метров. Размах крыла 27 метров. На этом экстрим для молодых энтузиастов не закончился. Тем временем смеркалось. Новый день на хуторе встретил гомельских исследователей палящим солнцем. Подкрепившись, ребята собрали вещи и вперед к новым открытиям. Заказник Выбереса был основан в 1999 году на территории Светлогорского и Белогорского районов. Озеро Белогорское называется. Белогорским оно называется потому, что берега у него гористые. На самом деле это дюны. Мало кто знает, что у нас в Белоруссии на Полесье они встречаются. На таких дюнах можно встретить сосны именно с такими кронами. Дереву уже гораздо более 100 лет. Немного передохнув, молодые экологи приступают к исследованию воды в озере. Пэш составляет 5,5. Температура воды составляет 22 градуса. Вот взяли мы пентас, посмотрим, что у нас тут есть. Мы нашли два вида продавика. Мы нашли роговую шаровку. И у нас еще встречается капюшка. А также мы нашли пиява. Вот они у нас тут. С всего этого мы можем сделать вывод, что водоем у нас загрязненный. Это не последнее наше с вами путешествие. Сегодня мы прощаемся с вами. Ну а в следующей экспедиции мы отправимся по заказникам Жлобинского района. Насколько интересно ребятам участвовать в таких мини-путешествиях? Что больше всего нравится? Ну, ребятам, конечно же, интересно, потому что возможность попасть в эфир телевидения, это, наверное, об этом мечтают многие школьников. Также нравится им и путешествовать. Очень часто ребята даже сожалеют о том, что не в каждом путешествии за нами может отправиться видеокамера. Вот. Но мы для передачи стараемся подбирать, на самом деле, такие места, которые были бы интересны и ребятам, и в первую очередь телезрителю. Причем обращая места именно на какие-то маленькие чудеса природы, на какие-то объекты экологического туризма, в первую очередь. Ну, также вот знакомим с нашими эколого-биологическими центрами, с тем, как живут и чем живут юные экологи в других районах нашей области. Если говорить о Светлогорской экспедиции, что запомнилось больше всего? Ну, наверное, больше всего запомнился Светлогорский эколого-биологический центр. Там у них потрясающий живой уголок, огромное количество животных, даже вот у нас в областном центре немножко скромнее коллекции. Также очень понравилось ребятам побывать на верховом болоте и реально понять, что нет, в болоте ничего страшного, что там кипит жизнь. И главное, что на болоте с давних времен у нас на Полесье живут и люди. И вот нам удалось побывать на одной из агроусадеб, которая показывает ту жизнь, которая была в старые времена именно ответственностью. Сейчас на экране хутор Никулиностров Светлогорского района. Были и довольно экстремальные моменты, можем судить из сюжета. Ребята не трусят, не боятся подниматься на высокую мельницу, идти сквозь высокую траву. Вот насколько они смелые в этом деле? Нет, ребята уже привыкли. У нас каждое лето проходят профильные экологические лагеря. И там ребята получают серьезную подготовку и в плане знаний по экологии, по биологии, в плане навыков автономного выживания в природе. И в плане выносливости. Поэтому, допустим, знакомство даже с диким кабаном для них это очередное приключение. И они не боятся. Роман Федорович, я вот со стороны телезрителя периодически слежу за вашей работой и сделал для себя вывод. Мне кажется, что экспедиции и работа с детьми это уже не только работа, но и смысл жизни. Чуть больше даже, чем хобби. Не так ли? Ну да, во многом это хобби, потому что вот и есть те вещи, которые мы делаем в рамках нашего эколого-биологического центра. Кроме этого, я являюсь членом Белорусского географического общества. И там туристическим клубом руковожу. Уже в рамках этого клуба мы ездим чуть дальше, чем наша область. То есть это и другие области, и даже ближние и дальние зарубежья. Тоже посещаем заповедники, заказники, экологические тропы. Именно там я смотрю, как это происходит в других странах. И стараюсь самое лучшее перенести именно в пределы родной Белоруссии. Что помогает наверняка увлекать ребят, потому что не каждому это дано. И я думаю, это касается каждого педагога вашего эколого-биологического центра. Мне хотелось немножко добавить, Роман Федорович, как мужчина, так несколько строго, может быть. Но я просто вижу реакцию ребят и слышу очень часто звонки, слушаю звонки родителей, которые рассказывают, как в течение потом года учебного самое яркое впечатление и все самое лучшее, такое впечатление, что у детей самое лучшее, что было в жизни, это после вот таких вот экспедиций и наших лагерей. Поэтому, если будет такая необходимость, я думаю, что наш центр может набрать еще группы. И если нас увидят эти зрители... Главное, чтобы детям было, это интересно. Да, в самом деле это интересно, это их статус в школе повышает, когда вот и отношение учителей к некоторым иногда, вот оно бывает в школе, немножко предвзятое, меняется, и тут вот оказывается, что вроде бы как в школе он так себе, и поведение не очень, а вот в этой сфере он самореализуется. И становится телезвездой. Звездной болезнью пока что вроде бы никто не страдает. Ну и кроме того, на Беларусь 2 идет телепередача «Хочу в телевизор», и вот в своих рекламных роликах они позиционируют так, что вот возможность пробиться на телевидении без блата. Ну вот Эко-школа идет в экспедицию, такая же возможность... Эко-школа идет в экспедицию без блата. В конце каждой передачи идет бегущая строка, наши телефоны, и в принципе, если есть ребята, которым интересны путешествия, интересна наша природа, интересно поучаствовать в этих проектах, не просто в качестве зрителя, но и в качестве ведущего, то можно позвонить, можно с нами связаться, и мы с удовольствием в одну из передач пригласим. Прекрасно. Какие планы по продолжению проекта? Куда отправитесь в следующий раз? Ну, тут уже начинает такой момент быть, что уже сложно планировать, потому что у нас остался Днепросожский заказник, непосещенный Припятский национальный парк, заказник Смычев в Жлобинском районе, это темка следующей передачи будет. Ну, может быть, болотные заказники там на самом-самом-самом Дальнем Западе области, вот, ну, а в будущем, наверное, продолжим путешествие по экологическим тропам, которые создаются в наших, которые создаются, существуют в школах во всех районах области. Таких троп у нас более 90, но про них почему-то никто не знает, никто не рассказывает, мы постараемся исправить эту ошибку и рассказать про самое интересное. То есть места для посещения достаточно? Я думаю, да, область у нас хоть маленькая, но на самом деле есть что посмотреть, и мы приедем, посмотрим. Роман Федорович наберет новую группу и потом вернется в те же места, где он уже был, и окажется, что там уже все изменилось, и что-то было незамечено. Роман Федорович, Анжелика Григорьевна, спасибо за неравнодушие, за этот теплый, добрый и полезный разговор. Спасибо большое. Надеемся, этим разговором привлечем еще больше ребят в ваш эколого-биологический центр. Доброго вам вечера. Доброго вечера. До свидания. До свидания. Добрый вечер, Гомель. Саш, ты любишь слушать музыку? А кто же не любит? Ну, если быть точным, то больше мне нравится что-то веселое, динамичное. А я вот в последнее время увлеклась рок-н-роллом, причем нашим отечественным. Хорошо, а разве есть такое понятие белорусский рок-н-ролл? А то, собственно говоря, его представители прямо сейчас появятся в нашей студии. Приехали они из Минска. Итак, давайте поприветствуем белорусскую группу Югославия. Вокалистку коллектива Юлию Богославскую и бас-гитариста Алексея Головешко. Ребята, добрый вечер. Мы вас заждались. Выходите уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго вечера. Рады вас видеть. Очень приятно. Как добрались? Мы ехали, ехали, наконец приехали. Отлично. Давайте присядем. Ребята, я так понимаю, сегодня вы не в полном составе? Нет. Ну как, по комплекции достаточно в полном. Но по соотношению группы нет. Не в полном. Почему так? Не получилось приехать у других участников группы? Нет, не то, что не получилось. Просто мы провели кастинг самых красивых участников нашей группы и так получилось, что там мы все поняли. Ну это из той фразы я умный, красивый, а все потому, что скромный, да? Да. Ну мы решили, так как мы готовимся к презентации альбома, об этом чуть позже, у нас очень много дел и ребята остались работать в Минске, а мы приехали светить лицом. Правильный выбор. Знаем, организовалась ваша группа в 2010 году. С тех пор заслужили имидж одной из самых нестандартных групп Беларуси, по крайней мере, по мнению некоторых интернет-порталов. Как считаете, почему? Не можем предположить вообще даже. Это все субъективно вообще. Да. Мы совершенно обычные. Обычные и необычные люди. А до недавнего времени у нас было такое интро, мы всем рассказывали, что таких, как мы, миллиард. У нас есть бас-гитары, клавиши, барабаны, все как у всех. И чем все-таки вы деляетесь? В чем ваша фишка? Фишка? Ну не знаю, мы любим веселиться. И рок-н-ролл это скорее наш способ существования, чем направление музыкальное, потому что стилей мы затрагиваем очень много в своем творчестве. Кстати говоря, рок-н-ролл и бла-бла-бла, так вы себя позиционируете, что это значит? Вот это к этому, да, что у нас есть все. У нас есть диско-рок, у нас есть панк, у нас есть гранж. Я не побоюсь этого слова. У нас есть все. И мы заканчиваем свое выступление регги. Просто говоря людям, что только регги, вы, скорее всего, не слышали на нашем концерте. И поэтому такой вот смесь, вот это все, поэтому это бла-бла-бла. А рок-н-ролл это настроение, это способ жизни. Странные люди. Так назывался ваш дебютный альбом. Уже вышел и второй, без даты. Что это за пластинка и как создавалась? Мы сейчас как раз в процессе выпуска альбома. Все уже переживаем, потому что скоро отдавать уже людям. Начнут сомнения. А это очень ответственно. Да. Наша предыдущая пластинка не очень понравилась экспертом нашим и всем таким ребятам. Вот надеемся, что этой пластинкой мы уже всем утрем нос. Вот. А как мы утрем нос всем, расскажет Алексей. Неожиданно. И все. Жарбот. Леша, ты думаешь по этому поводу? Ну, во-первых, мы утрем нос предыдущим музыкантам, которые играли. Мы же состав такой достаточно молодой. А во-вторых, себе. Да, возможно, себе. Но это рост. Это рост по сравнению с первым альбомом. То есть даже вы чувствуете эту разницу? Конечно. 100%. Безусловная разница. Ребят, вы активно снимаете клипы на ваши песни. Так вот, из тех, что я видела, больше всего почему-то меня впечатлил клип на песню «Молодость». Там еще вы используете язык жестов. Что об этом клипе, об этой песне можете рассказать? Снимался клип в один кадр. 360 градусов было задействовано. То есть это даже больше, потому что там в финале даже потолок у нас используется. Это было все очень весело. Снимали мы в театре белорусской драматургии в малом зале. Пригласили людей, которые захотели прийти. Вот вы их видите сейчас здесь. Вот. Очень долго репетировали, как они там где стоят, как мы ходим, куда-то туда-сюда. Вот. Но больше всего протачила, конечно, я. Вот. Лаври на снимок. Да. Было где-то, мы сняли дубли 27, может быть, если я не ошибаюсь. Из них я до конца, ну, из-за меня до конца мы дошли где-то раз в 7. Может, даже не. Да. Но при этом я целое лето тренировалась, потому что я не владею языком жестов. Я обратилась к девочке, которая владеет языком жестов, которая сама разговаривает на этом языке. И она согласилась, помогла мне, записала видео, и я по видео учила. Была такая история, я пол-лета, значит, учила, 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 а потом я поняла, что я учу зеркально. И получается, что я с других рук. Наоборот. Да. И я начала переучивать все с других рук. История, конечно, интересная. Но вот все-таки почему решили такой прием использовать при съемках в клипе? Потому что мы делаем большую ставку на тексты в нашем творчестве. И в этой песне мы хотели еще больше подчеркнуть смысловую составляющую и также открыть смысл и посыл наш людям, которые не могут воспринимать музыку и не слышат ее, но они могут воспринять нашу информацию. И мы получили от них положительные отзывы. Да, очень много было отзывов, что увидел, что качественно, где вы так научились разговаривать на языке. То есть было много комплиментов по этому поводу тоже. Мы, например, на YouTube, понятно, везде мы свой клип положили. И некоторые люди заходят, комментируют, а там же за словом в карман не лезут. И они, зачем на YouTube клип для глухонемы, хотя мы не позиционируем этот клип как клип для глухонемы. Это всего лишь ход. Это для всех, просто да, для всех. На всех языках, даже если ты за границей, ты можешь даже понять это. И находятся люди, которые приходят и ставят этих людей на место. Говорят, ты послушай текст, и тогда тебе все станет понятно, зачем этот прием. Но если за вашей спиной говорят, значит, вы впереди, наверное, все-таки вот эта фраза очень в тему разговора. У нас, если честно, очень низкая самооценка, мы вот такими вот не пользуемся фразочками, мы наоборот себя так... Но скромность это хорошая черта, да. Возвращаемся к тому, с чего начинали. Все же много говорили о том, что репетируете, не только репетируете, но и экспериментируете. Говорю сейчас не только о песнях, но и танцах. Расскажите об этом. А, мы, понимаете, мы живем, мы живем своей группой, живем своим творчеством, как и в любой семье, у нас возникают какие-то шутки, у нас возникают какие-то бытовые, даже ссоры бытовые. Без этого никак, пожалуй. мы себя называем югославская семья, поэтому танец, он родился спонтанно. мы просто всегда просим зрителей на концертах танцевать. При этом я, я никогда не танцую на концертах и очень не понимаю, как они могут танцевать на протяжении всего концерта, как это получается у них. Поэтому мы вот придумали такой энергосберегающий танец, то есть не всегда, конечно, нужно танцевать именно этот танец на наших концертах, но когда ты устал, ты можешь остановиться и немножко покопить энергию для того, чтобы где-то выстрелить своим новым движением каким-то другим. Если это танец энергосберегающий, я так понимаю, можно танцевать даже сидя? Нет, чтобы так уже не задействовать? это уже совсем, Лена, у нас есть песня, кстати, для сидящих, мы придумали хореографию для них, но этот танец, который называется Юпуф, не спрашивайте, почему он так называется, это очень странное название, такого не существует, поэтому вот есть танец Юпуф. Ну так покажите наконец-таки, что это за танец? А, конечно мы покажем, вы нас поддержите? Ну, конечно, хотя Юля только что сказала, что она обычно не танцует, это такой эксклюзив специально для Добрый вечер, Гоми. Да, 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 и надо размяться обязательно, обязательно, размяться, так, примерно, мы перед программой, кстати говоря, с тобой размязали, что нам не понадобится, мы можем размять в этом танце. Понятно. Вот, значит, смотрите, ставьте ноги на ширине плеч, Главное не упасть со ступенек. Это вам не грозит, я у вас умрюю. Ставим ручки вот сюда, как будто бы здесь держим либо два бокала пива, либо... Либо кружку Беларусь-4. Кружка Беларусь-4, да. Лучше поставить или можно держать? Вы можете держать, ничего не случится с ней. Самое сложное в этом танце, я сразу скажу, это лицо. Каменное. Оно должно быть каменное. Когда всегда, когда говорят, не улыбайся, не смейся, всегда хочется улыбнуться. Вот, ну вот здесь вот нельзя. Каменное лицо. Движение, при согнутых коленках вправо-влево. Может, мы интервью продолжим? Вполне. В таком формате. Главное, чтобы лицо не выдавало ничего. А сколько поезд обратно в Минск? Ты профессионал в любую судьбу. Поезд обратно? Такого у вас еще не было. Слушайте, я вам скажу, все равно это как-то энергозатратно. Даже немножечко появляется... Отдышка, что ли? Даже не отдышка. Причем, 5 километров вообще, наверное. Ну что ж, прекрасно, Таня, я так понимаю, это все? Ну да, можно развивать его, ну, 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 мы еще не... Во времени можно, да. вперед-назад. Это уже, это уже ваша поддушка. У нас мы до такого не додумались. Спасибо. Продолжим беседу. Продолжим беседу. А знаем, в прошлом году вы принимали участие в отборе на Евровидение. В этом году планируете делать еще одну попытку? Конечно. Мы туда будем ходить каждый год, пока нас не возьмут. Ну, когда-то Гюнеш сказала о том, что если меня не возьмут снова, я приду в следующий отбор с раскладушкой, поставлю ее, ну, и буду, в принципе, мы не раскладушками, наверное, будем их добивать, а песнями. Потому что... Потому что... они цепляются за наши тексты. Вообще. Очень строгие. Будете совершенствовать с каждым годом свой текст? Нет, мы будем его ухудшать. Конечно. Мы будем его ухудшать. И добьетесь-таки того, что... Да, добьемся, что этот плохой текст примут. Нет, не то, чтобы мы будем ухудшать, Леш, ты уже так это прям... Мы будем наставить на своем. Мы будем нести Югославию в мир, пока они не поймут, что Югославия может захватить мир. без чего вообще нельзя существовать. Ребят, часто ли играете в полном составе или больше в акустическом формате вдвоем выступаете? Мы играем постоянно в полном составе. Акустическое, это для нас... Исключение. Да, исключение. Когда планируете порадовать своим творчеством гумельских зрителей? Да уже скоро. Уже совсем скоро. Так расскажите. А сегодня какое число? 6 октября. Вот, это уже через 4 дня. 10 октября в 8 часов вечера в баре Квартирник. Вот-вот там вот мы будем выступать. Уже третий раз, кстати, первый раз нас привезла группа Большая Медведица. Они местные. Ой, там в этой Большой Медведице мой однокурсник, по-моему, даже солист. отлично. В общем, переплесено, да. Вот, они нас привезли, и нас организаторы клуба увидели, организаторы мероприятия увидели, вот, и начали приглашать уже сольно. И вот сегодня, 10 числа мы приедем в третий раз, и надеюсь, что соберем еще больше публики, и повод хороший, презентация альбома. Так что, куда мне сказать? Куда мне сказать? Наверное, туда. В любую из... В любую. А я вам все скажу. Приходи 10 числа, приходи 10 числа, приходи 10 числа к нам на концерт. Что ж, ребята, по понятным причинам мы не можем вас отпустить без песни. Настало время музыкальной точки в нашей программе, поэтому предлагаем ее поставить именно вам. Мы желаем, чтобы гомельчане всегда были молоды душой, чтобы у них всегда играл рок-н-ролл во всех местах, и поэтому мы споем песню про молодость. Что ж, пусть молодость живет вечно в наших сердцах. Доброго вечера, друзья! И до новых встреч в эфире. Пока! Каждый день мы просыпаемся в своих кроватях, каждый день мы расплываемся в своих проблемах. Мы хотим, но не можем, мы поем, но не слышим нот. Каждый день мы высыпаем из своих подъездов, каждый миг мы рассыпаемся на сто кусочков. Мы хотим, но не можем, мы кричим через закрытый рот. А что мы скажем детям, прожив две трети, про молодость безумную свою, в последнем куплете про свою весну. Каждый день мы уверяемся, что все в порядке, в зеркалах мы отражаем только недостатки. Мы живем, но не дышим, отдаем, забывая взять счастье мимо нас. Мы живем, но не дышим, просыпаемся с желанием спать. А что мы скажем детям, прожив две трети, про молодость безумную свою, в последнем куплете про свою весну. ПЕСНЯ 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 Какими мы были, какими мы станем, какими мы были, какими мы станем, какие мы есть. Продолжение следует...